Приветствую всех на канале сайта Stratec.ru. С вами Денис Варягериксон. И сегодня мы поговорим об игре Scarlet Nexus от компании Bandai Namco. Но позвольте начать с небольшого отступления. Игра Scarlet Nexus – это грядущая экшен-рпджи от основного отдела разработки компании Bandai Namco Entertainment. Процессом её создания руководят Кейта Идзука и Кензи Сан ранее продюсировал Code Wayne, весьма достойный соус-лайк от Bandai Namco, и работал ассистентом продюсера God Eater 2 Rage Burst. Также экшен-рпджи о постапокалиптической земле, где люди вынуждены жить в укрепленных городах, выбираясь наружу для охоты за так называемыми орогами – монструозными существами, сотканными из клеток инопланетного происхождения. На нашем сайте Stratec.ru вы можете почитать большой материал об истории серии God Eater, пройдя по ссылке в описании, а может она где-то и на экране появится. Обе эти франшизы, с которыми работал Кейта Идзука, однозначно оказали влияние на Scarlet Nexus, что видно невооруженным глазом, есть использование смежных идей в игровом процессе, дизайне и мироустройстве. Однако, качество последнего, а также истории и сценария обеспечивает другой человек, имя которому – Кензи Анабуки. В отличие от коллеги, Анабуки-сан никогда не работал с экшенами подобного рода. Однако с 2003-го года он трудится над проектами серии Tales of, занимая при этом разные должности. В частности, именно он отвечал за сценарий, хорошо принятый игроками и критиками Tales of Symphonia, работал над дизайном в Tales of Xilia, Tales of Vesperia и Tales of the Abyss. Как вы уже наверняка догадались, тандем получился довольно интересный. Идзука-сан и Анабуки-сан начали работать над Scarlet Nexus свободное от основной работы время, придумали концепцию, объединили свой опыт и решили создать в качестве на новую экшен-рпг. Если представить эту игру в виде торта, то элементы God Eater, God Wayne и Tales of, над которыми трудились разработчики, в нем стали коржами, а крем же намешанный в изобит из новых идей, развившихся в процессе прототипирования. Если вы знакомы с этими тремя франшизами, или хотя бы God Eater и Tales of, то уже можете неплохо представить, что же вас ждет в Scarlet Nexus. События с Scarlet Nexus развиваются на просторах вымышленного мира на грани гибели. Человечество проживает в нескольких достаточно больших городах, но вынуждено защищаться от нападений разномастных чудовищ, жаждущих лишь одного – человеческих мозгов. И это не зомби, кстати. Чудовищ здесь называют иными. Они представляют собой некую мутировавшую гротескную форму жизни, испытывающую потребность в поглощении нейронов. Вообще тема мозгов и нейронов в этой игре очень важна, и сейчас я расскажу почему. Во-первых, защитниками человечества выступают отобранные бойцы, добровольцы или призванные государством. Они обладают экстрасенсорными навыками, вроде телепатии, пиромантии, предсказания и прочего подобного. В зависимости от способностей бойцов распределяют по группам и раздают обязанности. Кто-то может спросить, а мозг-то тут при чем, чувак? Ну, ммм. Кроме того, что в большей степени он отвечает за сверхъестественные способности героев, также данный орган позволяет персонажам в одном отряде связывать силы, делиться ими. Все помнят раздражающую Элизу с Тейлсу в Зиле со своими... Вот и здесь то же самое. Только лучше. И более эффективно. Во-вторых, мозг Скарлетт Нексус – это центр всех навыков персонажа, не только сверхъестественных, что отражено на так называемой мозговой карте. А она представляет собой довольно типичное для современного ролевого жанра развитие последовательной сетки способностей, где располагаются ячейки, отвечающие за различные характеристики и новые возможности персонажей. Получая очки прокачки с повышением уровня, игроки могут увеличить физическую и психокинетическую атаки, развить навык двойного прыжка и многое другое. В целом, весь этот ладный коктейль из атак и приемов, завязанных на сверхспособностях специально отобранных и обученных бойцов, противостояние монструозным чудищам неведомого происхождения и проживания в изолированных городах напоминает мне серию романов Сюзки о маге под названием «Кокакуно Региос». Там тоже чудищам могут противостоять лишь избранные и прошедшие специальные тренировки люди со способностями психокинетического характера. Иные функции мозга внутри игры тоже используются, но они освещаются в разрезе игрового процесса. Думать, анализировать, испытывать чувства и до чего-то догадываться персонажи будут в сюжетных сценах, боевых диалогах и побочных событиях. В частности, во время свиданий и прогулок. И хоть «Скарлетт Нексус» нет как таковых романтических линий, но между персонажами можно развивать отношения, влияющие на качество их мозговых связей. Чем оно выше, тем более мощный поток пси-энергии начнет поступать при активации так называемого «брейнлинка». Здесь стоит отметить, что игра будет переведена на русский язык, но как эту механику назовут переводчики, я пока не в курсе. Развитие связи между героями происходит в боях по схеме «чем больше вы вместе, тем ближе становитесь» и общении в спокойной обстановке. Поскольку структура игры более-менее открытая, то между миссиями есть возможность отдохнуть в городе или в лагере. Именно тогда можно обратиться к кому-то из соратников, потрещать за жизнь, вспомнить общее прошлое, поделиться страхами или наоборот сыграть виртуального психолога. Каждое такое событие добавляет не только очки отношения, но и больше раскрывает персонажей, а вместе с ними и мир. Откровений каких-то, впрочем, ждать не стоит. Здесь достаточно много типичных анимешных шаблонов, но главное на самом деле не их присутствие или отсутствие, а то, как они используются. Боевая система Scarlett Nexus хороша, в том числе на фоне других экшенов от Bandai NMCO Studios. По динамике она сперва кажется близкой к God Eater, однако свою лепту в скорость боевого потока вносит телекинез. Основная сверхъестественная способность главного героя, причем независимо от выбранного персонажа, будь то парнишка Юита или девушка Касаны. С психокинетической точки зрения персонажи идентичны, но отличаются своими базовыми характеристиками и основным оружием, определяющим боевой стиль. Юита Сумираги – это главный герой повествования, он же новобранец в ОСФ, что значит Other Suppression Force или Силы Подавления Иных. Это та самая военная организация, которая стала последней надеждой человечества на выживание. Сам Юита не сказать, чтобы примечательный, просто обычный японский школьник с симпатичным личиком. Однако его брат – это командир ОСФ, а отец – правитель города, так что но блясаблиш, как говорится. В качестве основного оружия он использует длинный одноручный меч, похожий на катану, а также свои телекинетические способности, позволяющие поднять какой-нибудь хлам и запустить им в противника, ну например машину или отбойник, а иногда даже целый киоск. Объединяя рукопашные и психокинетические атаки в единый поток, чередуя их и формируя серии, в Scarlet Nexus можно поймать отличный, почти музыкальный ритм. Каждое действие будет продолжением предыдущего, несмотря на принципиальную разницу в воздействии. Удачно проведенные серии наносят значительный урон противникам и легко могут перерасти в какие-нибудь специальные добивания или приемы, задействующие элементы окружения. В одной из миссий в роли Юита я сражался с большим противником. Над нами возвышался огромный промышленный кран с висящим многопудовым крюком. За эту штуку можно было ухватиться, раскачать и вмазать противнику по морде всей серьезностью своих намерений. Правда, при проведении таких вот приемов с элементами окружения требуется выполнить небольшое китое, обычно оно заключается в зажатии направлений на аналогах или раскручивании какого-нибудь из стиков. Изюминку боевой системе добавляет формирование связи с другими участниками группы прямо во время сражений. В зависимости от психокинетического навыка персонажа, с которым игрок формирует брейнлинг, меняются или расширяются способности главного героя. Например, позаимствовав навык предсказания, герой начинает видеть движение быстрых врагов и может наносить им урон. Без данного заимствования попасть по скоростным противникам очень сложно, вплоть до невозможного. А если игрок решится позаимствовать пиромантию или электрокинез, то оружие персонажа обретает мощь стихии. Почти все сказанное Аюйта применимо и к Касане, альтернативной героине. Но она сражается не одноручным мечом, а несколькими парящими вокруг клинками, нанося урон по области. Почти как Сакуя Идзайо из Тоха Проджект, только время остановлять не умеет. По моим субъективным ощущениям во время прохождения, Касане более юркая и ловкая, чем Юйта, однако слабее парня физически, поэтому менее устойчива к урону. Плюс отличается ее мозговая карта, позволяя прокачивать уникальные способности. В зависимости от выбранного персонажа меняется не только основной боевой геймплей, но и сюжетная линия. У Юйта и Касаны свои причины вступить в ОСФ, однако их истории постоянно переплетаются, благодаря чему создается иллюзия целостного повествования, рассчитанного на два прохождения, то есть сначала за одного, а потом и за второго персонажа. Но уже в демоверсии есть моменты, которые, как мне кажется, слегка развеивают эту иллюзию. Без примера здесь не обойтись. В начале арки Юйта герой вместе с другом Наги прогуливаются по городу. Внезапно срабатывают тревожные сирены, оповещая о нападении иных. Друзья же бросаются к ближайшему бункеру, потому что по уставу ОСФ новобранцам запрещено участвовать в боях без прямого приказа сверху. Но по пути Юйта бросается спасать гражданских, не рассчитав свои силы. Из передряги парня вытаскивает светловолосая девчонка по имени Касаны. А едва не отдавший концы Наги оказывается спасен ее блондинистой сестрой Наоми. Но если же переиграть этот момент в арке Касаны, то спасать женщину с ребенком бросится уже она, а Юйта и Наги будут как бы не при делах, но тоже попадут в передрягу, откуда мы их спасем. То есть, вроде как одно хорошо ложится на второе, а другое немножко противоречит. Второй пример – вороны. Так в игре называют настырных журналистов и репортеров, управляющих дронами и пытающихся заснять побольше информации об избранном кадете. Само собой, этим самым избранным, ярким и всем нужным кадетом станет персонаж игрока, то есть Юйта или Касаны. Оба приведенные мной примера – это логичный ход с точки зрения игрового дизайна и вовлечения играющего в процесс. В этом плане Scarlet Nexus не показывает ничего нового или уникального, а просто строится на основе проверенных формул. Делает ли такой подход игру хуже? Этого ряд ли. Но, вы знаете, у нас есть пример Tales of Zillia – отличная игра с двумя разными персонажами, начало которой радикально отличается в зависимости от выбранного героя. В Scarlet Nexus же этому аспекту уделено меньше внимания, но, к счастью, никто на него не забил, поэтому уже первые миссии героев отличаются друг от друга. Что же будет дальше? Ну, это мы узнаем уже в полной игре. А начиная с 21 мая, все владельцы консолей Xbox Series XS, а также Xbox One смогут скачать бесплатную демоверсию Scarlet Nexus и пройти примерно тот же путь, который прошел я в онлайновой демоверсии. Собственно, да, последняя – это главная причина, почему я просто не говорю о технической составляющей проекта. Играя по удаленке, особо этого не оценишь, потому что там есть и пинг, скорость интернета и другие моменты, оказывающие влияние на качество трансляции. Так, что это за недовольное урчание? А, наверное, это владельцы PlayStation, и я в том числе. Да, ребята, нас тоже не обделили. Демоверсия появится на PlayStation 4 и PlayStation 5, но выйдет она только 28 мая, то есть через неделю после появления на консолях Microsoft. Пройти эту демоверсию можно будет как за Юита, так и за Касаны, а после загрузить из нее сохранение в основную игру, когда она выйдет 25 июня 2021 года, и получить немножко бонусов. Там косметика буквально, ничего особенного. Ну вот такая у нас получилась алая история. С вами был Денис Варягариксон, над видео работал Димаш и Зоидберг. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх или пальцы вниз, если не понравилось, тоже допустимо. Прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать обновлений, и заходите на сайт стратег.ру, где есть много трофеев, достижений, ачивок, разнообразных текстовых материалов. А еще мы пытаемся сколотить самое ламповое комьюнити в русскоязычном игровом консольном интернете. Присоединяйтесь! Всегда рады! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова